здравствуйте я рада приветствовать вас в доме знаний сегодня мы проведем с вами вебинар на тему географическое положение северной америки история открытий и исследований материка характеристика любого географического объекта начинается с характеристики его географического положения но прежде чем перейти к рассмотрению этого вопроса я хотела бы прочитать вам следующие строки и так 1492 год более 500 лет назад в одном архивном документе я знаю что существование такого пути может быть доказано на том основании что земля шар тем не менее чтобы облегчить предприятие я решился изобразить новый путь на морской карте отправляя его величеству карту сделанную мною собственноручно на ней изображены ваши берега и острова откуда вы можете плыть непрерывно к западу и места куда вы прибудете и как далеко вы должны держаться от полюса или от экватора и какое расстояние вы должны пройти чтобы достигнуть стран где больше всего разных пряностей и драгоценных камней конечно же вы догадались что это выдержка из письма христофора колумба и так перейдем к характеристики географического положения северной америки итак северная америка занимает третье место по площади территории общая площадь северной америки с прилегающими к нему островами к ней островами составляет 24 миллиона квадратных километров или 16 процентов суши земли состав северной америки ходят множество островов такие острова как ньюфаундленд гренландия алиутские острова багамские острова общая длина береговой линии 75 целое и четыре десятых тысяч километров северная америка омывается водами трех океанов на севере северным ледовитым на западе тихим океаном на востоке атлантическим океаном относительно нулевого меридиана она расположена в западном полушарии относительно экватора северном полушарии на севере материк пересекается северным полярным кругом Крайние точки материка. Итак, первый этап. Вы знаете, что Северная Америка была открыта дважды, и первыми вступили на землю Северной Америки викинги, или норманны, как их называли в Западной Европе. Первыми европейцами, прибывшие в Америку, были норманны, достигшие берегов в X-XI веке. Это Эрик Рауди и его сын Лейв Эриксон, впоследствии прозванный Счастливым. Современные археологические раскопки доказали, что норманны действительно достигли берегов Северной Америки за 500 лет до плавания Христофора Колумба. Однако, вы знаете, что так как норманны не имели письменности, то официальных свидетельств о их открытии не сохранилось. И поэтому всё-таки первооткрывателем Америки является, считается Христофор Колумб. Итак, второй этап – это испанские, английские и французские экспедиции, которые проходили с XV до первой половины XVIII века. Америка окончательно была открыта в 1492 году. Именно тогда в Европе распространились представления о том, что земля круглая, и о том, что Китая и Индии можно было достичь западным путём. И Христофор Колумб до конца своей жизни считал, что открытые им земли – это берега Индии, которые он достиг западным путём. То есть, подойдя к Индии, так он считал, с востока. Итак, третий этап – русские, французские и английские экспедиции XVIII-XIX века. К середине 30-х годов XVIII века многочисленные русские экспедиции Витуса Беринга, Нагибина, Мельникова и других были впервые обследованы берега Северной Америки в районе залива Аляска. Четвёртый этап Северной Америки – это экспедиции XIX-XX веков. В это время также проводились исследования, прежде всего, на Аляске. А сейчас мы перейдём к вопросам, которые вы прислали на сайт нашей школы. Итак, вопрос первый. В чём заключается заслуга российских первопрокодцев? Итак, несколько ранее я вам говорила, что на четвёртом этапе исследования Северной Америки принято называть русским. И вот несколько имён первопроходцев, которые занимались исследованиями Северной Америки. Прежде всего, конечно, это имя Витуса Беринга, капитан-командор, организатор Великой Северной экспедиции. Он основал Петропавловск-Камчатский, открыл Южную Аляску, Алиутские и Командорские острова. Григорий Шелихов – исследователь Аляски, основатель первых русских поселений в Северной Америке. И, наконец, Александр Баранов – первый губернатор Русской Америки. При нём основаны форт Роскалифорнии и большинство русских поселений на Аляске. Итак, перейдём к следующему вопросу. Какие народы можно отнести к коренным народам Америки? К коренным народам Америки можно отнести следующий народ – Алиуты, населяющие Алиутские острова, эскимосы, живущие на севере материка, ну и, конечно же, индейцы, которые были расселены по всей территории Северной Америки. Какие традиционные занятия коренных народов Северной Америки? Коренными занятиями народов Северной Америки можно назвать оленеводство для эскимосов, а также промысел морского зверя, которыми занимались как эскимосы, так и алиуты. Они охотились на морских котиков, китов и сивучей. А вот индейцы, которые заселяли Северную Америку в более южных районах, они занимались основным видом их деятельности, была охота, рыбная ловля и собирательство. На сегодня все, наш урок окончен, вебинар окончен. Всего вам доброго, до новых встреч в Доме Знаний. Будем ждать новых ваших вопросов.